Песня Христа Божия, имя просвещает Слово Тебе. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово Святаго Иоанна Златоустова о Девстве. Продолжение. Что же мы спросят, скажем, Павлу, который говорит, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? 1 Коринфянам 7,16. И, следовательно, признать ее помощь необходимую и в духовных делах. И я с этим согласен. И не устраняя ее совершенно от содействия в духовном, да не будет. Но я говорю, что она совершает это тогда, когда не занимается брачными делами, оставаясь женщиной по природе, достигая добродетели блаженных мужей. Она может помогать мужу не украшениями своими, не роскошью, не просьбами к мужу о выдаче денег, не пышностью и расточительностью, но когда, став выше всего настоящего, и, отпечатлев в себе жизнь апостольскую, будет оказывать большую кротость, большую скромность, большое презрение к деньгам и терпеливость, тогда она будет в состоянии поддержать его, когда скажет. «Имея пропитание, одежду, будем довольны тем», 1 Тимофеев 6,8, «когда будет оправдывать такое любомудрее делами и, посмеиваясь над смертью телесную, считать за ничто настоящую жизнь, когда всю славу этой жизни будет признавать согласно с пророком, как цвет полевой», 1 Тимофеев 46. Таким образом, жена может спасти мужа не тем, что сопрягается с ним, как жена, но свою евангельскую жизнью, что делали многие женщины и без брака. Так Прискилла, приняв Аполлоса, говорится, Писание руководило его по всему путю истины. Хотя теперь это невозможно, но женщины могут оказывать такое же усердие и пожинать такие же плоды. Женщина, как я сказал выше, обращает мужчину не потому, что она жена его, иначе ничто не препятствовало бы тому, чтобы никто из имеющих верующую жену не оставался неверующим. Если сообщество и сожительство устраивают это дело, но бывает не так, вовсе не так. Напротив, должен оказывать великое любомудрее терпение, посмеиваться над брачными делами и поступать так постоянно, вот что содействует спасению души сожителя, если жена будет непрестанно заниматься женскими делами, то она не только не принесет ему никакой пользы, но и повредит. Даже в таком случае это одно из весьма трудных дел. Послушай, что говорит апостол? Почему ты знаешь, что жена не спасешь ли мужа? Такой вид вопроса мы обыкновенно употребляем в речи о том, что редко случается. Что же он говорит дальше? Соединен ли ты с женой и не ищи развода? Остался ли без жены и не ищи жены? 1 Коринфянам 7, 27 Видишь ли, как он постоянно делает переходы и в своем увещании часто совмещает оба предмета. Как в словах о браке он ставил слова воздержания, возбуждая по временам слушателя, так и здесь он снова вставляет слова о браке, давая слушателю отдых. Он начал с девства, но прежде чем сказать что-нибудь о нем, тотчас перешел к речи о браке. Ибо слова, я не имею повеления суть слова, позволяющие вводящего в брак. Потом, перейдя к детству и сказав, за лучшее признаю и заметив, что постоянное повторение его названия производит нелегкое впечатление на нежный слух, он не говорит о нем непрерывно, но приведет достаточную причину облегчения подвига в детство. То есть настоящую нужду не решается и теперь опять называть детство. А что? Хорошо человеку оставаться так. Говорит и продолжает речь об этом, не прервав и остановив ее, прежде чем открылось трудное детство. Снова вставляет слова о браке и говорит, соединен ли ты с женой, а не ищи развода. Если бы это не так, если бы он не хотел предложить здесь утешение, то было бы излишне советующему детству рассуждать о браке. Потом он снова переходит к детству, но и здесь не называет его собственным именем. А что? Остался ли без жены? Говорит не ищи жены. Впрочем, не бойся, он не определил и не узаконил этого слова, а браке опять стоит близко, отклоняя этот страх и вещая. Если женишься и не согрешишь. 1 Коринфянам 7, 28 Ну и не падай теперь, он снова привлекает тебя к детству, чем и хочет сказать в словах получающих, что вступившие в рак будут иметь великую скорь плоти. Как лучше добрые врачи, намереваясь дать горькое лекарство, или сделать отсечение, или прижигание, или что-либо подобное, не делать всего вдруг, но всегда давая промежутки и ходы к больному, таким образом исполняет остальное. Так и блаженный Павел не изложил совет о детстве без установки целостно и непрерывно, но постоянно прерывая его словами о браке, прикрывая трудность его, сделал свою речь кроткую и удобоприемлемую. Для этого и допущено разнообразное смешение слов. Достойны рассмотрения и следующие слова. Соединен ли ты с женой, не ищи развода? Это не столько совет, сколько указание на затруднительность и безвыходность из этих путь. Почему он не сказал, имеешь ли жену, не оставляя ее? Живешь ли вместе, не расставайся? Назвался жительство узами. Он указывает этим на трудность дела. Так как все прибегают к браку, как к легкому делу, то он показывает, что вступивший в брак нисколько не отличается от связанных узами. Ибо здесь куча влечет один, ибо здесь куда влечет один, туда необходимо следовать и другому. И если возмутится один, то вместе с ним погибнет и другой. А что скажет жена, если муж слонен слабостям, а я хотела бы воздерживаться? Тебе необходимо следовать за ним. Приятная цель брака, наложенная на вас, принуждает тебя поступать так и против воли привлекает к тому, который изначально связан с тобою. Если же ты будешь противиться, уклоняться, то не только не освободишься от уз, но и подвергнешься крайнему наказанию. Та, которая воздерживается против воли мужа, не только лишится награды за воздержание, но и даст ответ за его прелюбодеяние, ответ более строгий, чем он сам. Почему? Потому что она, лишая его законного совокупления, низвергает его в бездну распутства. Если она не имеет права делать это, и на короткое время без его согласия, то какое прощение может получить она, постоянно лишая его этого утешения? Но что скажет, может быть тяжелее этой необходимости и угрозы? Я говорю то же самое. Для чего же ты подвергаешь себя такой необходимости? Это должно было обдумать до брака, а не после брака. Посему и Павел, сказав о необходимости, вследствие в уз говорит об освобождении. После слов, соединен ли ты с женой, не ищи развод, он прибавляет. Остался ли без жены, не ищи жены. Он делает это для того, чтобы ты наперед, ясно рассмотрев и узнав тягой супружества, легче принял слово о безбрачии. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. 1 Коринфянам 7, 28 Вот чем ограничивается великая заслуга брака, тем, что за него не осуждаются, а не прославляются. Последнее принадлежит девство, вступивший в брак, должен довольствоваться сведением, что он не согрешил. Почему же скажут, ты советуешь не искать жены? Потому что однажды связанным браком не следует разрывать его, ибо это влечет за собой много скорбей. Итак, скажи мне, неужели девством получим только ту пользу, что избежим здешней скорби? Тоже решится принять на себя такой подвиг, ожидая за такие труды получить одно только это воздаяние. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова